приветствую вас друзья с вами варчик новости плодятся как грибы после дождя поэтому снова сделаю видос где будет сразу несколько новостей аллею славы почистили 12 кланов распустили списались них очки и их исключили из аллеи славы это кланы нарушители перечислять их не буду просто можете посмотреть на картинке эти 12 кланов отдуваются за всех я честно говоря думал забанят побольше также с аллеи славы убрали еще 1738 игроков которые пользовались запрещенными модификациями и 85 игроков которые передавали свой аккаунт возможно позже будут списке в каком клане сколько человек забанили у нас клане кажется одного и его так забанили что он не может усечь и ты на аккаунте найти но по крайней мере так говорит чё-то как-то маловато по перебанили когда играешь ощущение что подставухи всякие договорняки и челики которые бустят их полным-полно сколько попадались роты где аккаунты 48 процентные желто-красно как у бабуинов жопа но на этих аккаунтах явно играют очень сильные челики но после ивента банится всего лишь 12 кланов как-то маловато ну да ладно лучше 12 чем ноль шестое обновление бонового магазина и она будет очень скоро самое интересное что добавят 113 бейджин опера за 15 тысяч бон самое интересное что 113 бейджин опера можно было впервые получить в аукционе с молотка который назывался 15 января 2022 года то есть буквально прошел один год и этот танк теперь с молотка еще и за бон и продается самое интересное что с молотка его можно было купить за голду также 113 можно купить без стиля за серебро он находится в разделе коллекционные танки его убрали из ветки прокачивания и добавили в коллекционные честно говоря стиль на 113 бейджин опера какой-то слабенький зачем отдавать за него 15 кабон я не знаю если 113 можно просто купить и он будет у вас просто за серебро я думаю что 6 лямов серебра как-то подешевле чем 15 тысяч бон разве шо вы коллекционер если бы этот стиль хотя бы красивый был но это какая-то мазня лора 40 тонн еще будет за 8 тысяч бон так себе танк есть конечно любители на этот танк их наверное штуки 3 на всю игру поэтому их в рандоме ноль штук я их буквально вижу даже не раз в год а раз в десятилетие ну то есть первый раз и и последнее видео когда он первый раз появился в игре и все также m56 скорпион за 6000 бон это это американское седьмого уровня она более менее неплохая на ней играть можно но это не е25 и близко это так чисто начали на расслабоне посидеть в пострелять пока вас кто-то не затопчет тараном поскольку у вас ноль брони также еще 4 2 до стиля добавятся боны они будут все стоить по 450 бон разумом и силой кимоно тэйквон до шимоно очень композитная броня корейский армейский утепленный очень интересное название прямо зашибись но и боновое оборудование повышенная снаряда стойкость это закалка за 6000 бон это прям с кайфом я думал что добавит просто закалку но видим что список не маленький хотя интересно здесь не сильно то и много 113 это просто руколицо лора 40 тонн но для новичка если у вас ноль прем танков в принципе по форме на нем можно но наверно даже на скорпион щеки маленьком будет приятнее новичку поскольку на нем нужно просто изучить кустики и стоять в них настреливать урончик а вот на лоре активно это просто взрыв фугаса на лице это будет тяжело не самые плохие 2 до стиля кстати можно даже что-то и выбрать если боны лишние есть также по поводу ивента все награды можно будет забирать со 2 марта ночью уже можно будет начинать по 16 марта 6 утра начисление техники собранной в мастерской будет 16 марта но там кстати не только техника собирается но еще и закалка я закалку собрал а техника у меня уже было то можно было собрать себе из 5 то еще дерьмище его за 111 более-менее нормальный даже танк удивительно что он там есть они какой-нибудь карачун боновый аукцион стартует 2 марта в 6 утра вместе с возможностью обмена личных очков славы на призовые бонусы и завершится тоже 16 марта в 6 утра также я еще забыл что за танк еще и очки славы придется отдать это что я там на каком-то стриме рассказывал что я буду набирать я наберу намного меньше поскольку еще и за сам танк же надо будет отдать 4000 бон и 1769 очков славы поэтому я там губу раскатал это возьму это мне почти ни на что не хватит поэтому возьму я мало что 1769 очков славы это 20000 то место и чел который возьмет танк с последнего места он кроме танка не сможет взять вообще ничего разве что собрать себе танк за железяки или боновую закалку но чтобы там что-то собирать нужно было много играть а раз у него 20000 на место видимо он не особо много играл хотя если у него процент побед маленький то много сыграл с поражениями и в него много металлолома из которого можно что-то собрать также еще новость о том что и нидин катал на ивенте запуская одновременно два аккаунта с одного компа что является нарушением нескольких правил сильно разбирать этот момент не буду но да такие правила есть он их нарушил не знаю о чем он думал когда он это стримил и прямо на стриме переключался во вкладках насколько я понял просто альтаблса прямо на стриме это все было видно это это вообще типа может надо было подумать хоть о чем-то это конечно очень странно если его наказать кто-то будет недоволен например нидин я думаю что у каждого крупного контент мейкера по игре мир танков очень много хейтеров они с радостью только ждут где бы подносрать лично мое мнение что это не прям какое-то великое нарушение но правило есть правило не я их придумывал не мне за ними следить и не мне решать как по мне не нарушает правила ивента только тот кто в нем не участвует нарушители там было просто пруд пруди это нужно постараться для того чтобы тебя там наказали это надо видимо как нидин прям стримить и показывать как ты нарушаешь правила я здесь особо ничего разбирать не буду сами решаете плохо это неплохо жестко это нарушение не жестко надо с него там что-то списывать не надо банить не понять но мне кажется что он сам виноват если он это стримил я не смотрел но на скриншотах все есть это конечно дичь полная нужно было 200 раз подумать я вот вообще как они стримил но не потому что это что-то нарушал а потому что это супер нудно и неинтересно между боями перерыв то пять минут то три часа чё эти перерывы делать непонятно выключать стрим потом включать и будут у тебя в день 10 стримов на одном стриме ты 10 минут постримил на другом полтора часа люди там чё-то мелят непонятно кто-то орёт кто-то матерится кто-то ругается кто-то веселится кто-то шутки дебильные травит как это вообще можно стримить я не знаю еще там надо стримить задержкой чтобы вражеская команда не подсматривала короче это такая муть и вообще вот честно стримить ивенты на гк я честно говоря вот вообще желание ноль а зачем там что-то нарушать если ты просто в более-менее нормальный клан любой идешь просто тратишь две недели своего времени и получаешь танк просто сидишь по полдня и все и не надо никакие ни читы не нарушения ничего я сколько танка уже получил сколько раз меня проверяли на читы на нарушение ни разу ничего не нарушал потому что в этом нет смысла танк все равно то получишь зачем с кем-то сраться ругаться зачем читы использовать если ты просто накатываешь бои и сто процентов получаешь танк а тебе от ивента больше ничего не надо сам ивента душная параша в нем ничего не изменилось ты как катал кучу боев непонятных так и катаешь да есть там прикольные моменты какие-то тактики какие-то прикольчики там чё-то там катаешь с роткой там чё-то общение какое-то какая-то движуха есть но общая организация удобства и механики которые есть на ивенте в мире танков они очень недоделанные слабые душные много чего не хватает но она как работала в одной заднице так в одной заднице и продолжает поэтому зачем еще подставлять в таком мероприятии себя свой аккаунт свой клан еще и стримить это для всех на весь интернет мне кажется кто-то не подумал башкой но это лично мое мнение свое можете написать в комментариях можете также написать еще что вы думаете про обновление бонового магазина на мой взгляд оно скорее троллит этим 113 а в остальном вроде все нормально особенно закалка вообще кайф вот такие вот новости с вами был Варчик радик красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока удачи Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...